Друзья, я рад вас снова всех приветствовать в новом туториале на моем канале И сегодня мы рассмотрим такой сервис, как Google Earth Studio Для чего он нужен? Как говорит нам Google, он нужен для создания 3D-анимаций с приближениями, к примеру, из космоса на какой-то определенный объект Как дополнительный эффект, красивый для ваших, к примеру, travel-видео Если кто смотрел влог, вы видели те самые эффекты, когда из космоса камера прилетала к какому-то определенному объекту И, как по мне, это выглядит очень-очень красиво Но, увы, Россия и вообще страны СНГ в 3D не сделаны Сделана только Европа и Америка Примерно год назад этот сервис был приватный И пользоваться им можно было только если отправить запрос в Google Я про этот сервис практически на год забыл И вот неделю назад примерно вспомнил про него Зашел, он у меня работает Если у вас он закрыт, то отправляйте запрос Сколько он будет обрабатываться, я не знаю Возможно, он сейчас вообще для всех открыт Но, естественно, будем рассмотреть такую ситуацию, что он у всех открыт Тогда скачиваем Google Браузер Потому что он работает, этот сервис, только в нем После того, как скачали, вбиваем в поиски Google Earth Studio Открываем, у вас будет такая же вот тут страничка Попробовать Studio Нажимаем Здесь уже есть несколько шаблонов Нажимаем на эту стрелку Шаблоны Приближение к месту самый простой От места к месту Облет вокруг Движение по спирали в принципе примерно похоже На следующей вкладке они повторяются Возможно, это баг Но просительно, потому что этот сервис находится еще в разработке И приближение и облет вокруг Самый интересный и прикольный Но, чтобы вам показать, как создавать прям с нуля Я, естественно, выберу пустой проект Ставим частоту кадров здесь 60 Можно даже выбрать Луну или Марс Возможно, вы найдете там спутники Илона Маска Пишем здесь название Я напишу здесь свое название Длительность Пускай будет 450 кадров И начать Все, у нас загрузилась наша планета Земля, любимая Таймлайн Все как в After Effects С чего? Начать Можно открыть настройки Настройки Выставить здесь в проекте время суток Кстати, почему-то вот настройки проекта и настройки отдельные Тут частота кадров, в общем, сбивает Можно выставить изменение время суток, облака Но мне это все не нужно Поэтому я нажимаю отмена Я буду снимать Париж Пока что не надо туда перемещаться Выбираем высоту Я буду приближаться прямо из космоса Приближаем примерно, чтобы камера была над страной Ну, вот как бы вот здесь вот находится Франция Поэтому камеру выставляем вот так Если у вас, к примеру, не знаю, Америка То выставляем над Америкой камеру Ну, так просто будет проще Ставим ключевой кадр Вот на эту кнопку И потом двигаем вот эту вот плашечку на сотый, к примеру, кадр И приближаем на Париж Опять же, можно воспользоваться поиском Эйфелева башня Все, отлично Выставляем тут тоже камеру Как вам нужно К примеру, я хочу, чтобы было видно Еще помимо Эйфелева башни Небоскреба Опять же, ставим ключевой кадр И видим, что анимация у нас, мягко говоря, такая себе Чтобы это исправить, надо ее корректировать вручную Увы, вот так вот здесь Кривовато немного работает этот сервис Но, опять же, если вам не хочется вот так вот вручную все выставлять Можно, говорю, воспользоваться шаблонами Но, чтобы показать, как этим всем пользоваться Я буду все делать, естественно, вручную Ставим, к примеру, двадцатый кадр Двигаем чуть ближе к стране Ставим еще один ключевой кадр Потом двигаем еще немножко Двигаем еще ближе И так далее Пока не достигнем нужного нам места Ну, вот примерно такая у меня анимация получилась Согласен, что немного кривоватая Да, не верх кулинарного искусства Хотя у нас тут не кухня, но все равно В общем, сойдет Но на этом я останавливаться не хочу Я еще хочу сделать анимацию Долета вот до тех небоскребов Но здесь я поступлю умнее И двину чуть-чуть дальше И сделаю красивый эффект Пролета прямо через это вот место Вейфелевой башни Надеюсь, у меня это получится Видим, что тут у меня получается какой-то косяк И исправляем это Чтобы, кстати, возвращаться на действие вперед Ctrl Z Так же, как в Sony Vegas и After Effects Ну, вот какая-то такая Все равно немного кривоватая Но все-таки лучше Анимация у меня получилась Камера приближается к Эйфелевой башне И потом пролетает здесь Не понял, почему она делает вот такое вот непонятное движение И потом летит уже к зданиям К небоскребам Но ничего страшного, что она делает здесь Такое движение, в принципе, не критично Я нашел причину, почему она вот в этом месте Делала непонятное движение Либо я случайно добавил лишний ключевой кадр Либо программа просто подтупила И сделала что-то не так Но в любом случае получилось Мне кажется, очень-очень интересно И прикольно После этого нажимаем визуализировать И ставим, что видео будет длиться у нас по Ну, 190 кадр, в меру Чтобы он не рендерил все 450 Пускай рендерит только 190 Потому что до недавнего времени Можно было выбирать только, чтобы он рендерил фотографиями Что это значит? Вот я выставил 190 кадров Это значит, что мне сейчас сделать 190 фотографий А сейчас можно делать видео Но видео, ну, чтобы уже программа делала вам видео Но это только можно с использованием облака делать Я использовать облако не хочу Поэтому я выбираю вариант старый С использованием сторонних программ дополнительных В моем случае это After Effects Тут есть еще какой-то JSON Я не знаю, что это такое Ставьте здесь After Effects Водяной знак, к сожалению, вот этот Google Earth Убрать нельзя Можно только поменять его положение Если вы попробуете его каким-то чудесным образом затереть Это будет незаконно Здесь все координаты ставим географические В стиле карты Если вы хотите избавиться от всех названий Ставим отсутствие Если хотите, чтобы были названия городов и стран То оставляем исследование Качество текстуры высокое И режим VR отключаем И кликаем на кнопку начать А, ну, естественно, пишем название И выбираем папку После того, как вы нажали начать Сворачивать браузер не рекомендуется Потому что могут произойти проблемы Дождавшись загрузки After Effects Нажимаем файл Сценарии И выполнить файл сценария Здесь ищем нашу папку Тест Ну, у вас она будет называться по-другому И файл типом After Effects Два раза нажимаем Он у нас загружается И все наши 190 кадров Тире фотографий Превращаются в цельное видео У нас появляется камера И два нулевых объекта К которым, собственно, притречивается наша камера Если вот тут вот начать отсмотреть видео У нас получается вот такое вот изображение Но есть нюансы Если оно у вас коротенькое То все нормально Но, видите, у меня оно больше какого-то определенного расстояния Больше трех секунд У меня оно просто дальше не едет Все Тут дальше никак нельзя Возможно, это какая-то фишка After Effects И просто надо какое-нибудь сочетание клавиша нажать Я не знаю Но нельзя дальше просмотреть это видео Поэтому, если у вас такая же ситуация произошла Мы нажимаем Файл Экспорт Добавить в очередь Адобт медиа-энкодер Почему именно медиа-энкодер Я объяснял в одном из моих предыдущих туториалов Про монтаж видео с дрона Там, если кому интересно Подсказка всплывет Посмотрите Отвылся медиа-энкодер Появилось видео из After Effects Выставляем здесь настройки Full HD Здесь выставляем шаблон настройок Но я выставил YouTube В Full HD можно выставить High Quality Full HD В принципе, без разницы У меня компьютер не настолько мощный 4К у меня рендерится все равно Достаточно долго Поэтому я ставлю Full HD Окей Здесь выбираем Путь Куда будет After Effects Точнее медиа-энкодер Рендерить наше видео Ставим ту же папку Google Earth И здесь пишем название видео Также тест Сохранить Все Нажимаем вот на эту зеленую На зеленый треугольник И пошел рендер Рендер завершен Сворачиваем Не закрываем Сворачиваем Медиа-энкодер И двигаем в конец Где у вас Закончилось это видео Ползунок И наводим На строчку С названием JPEG Вот так вот она называется Она самая первая идет И когда у вас появляется Здесь вот такой значок Зажимаем левую кнопку мыши И двигаем его Вот до этого нашего Ползуночка И потом Хватаем за Любую зону белую Эту И двигаем В начало Теперь Все у нас Пошло продолжение Вот На этом наша анимация Заканчивается В принципе Конец Можно Также Зажать И обрезать Потому что он В принципе нам не нужен Все Камера прилетела Вот здесь остановилась Можно даже Еще короче сделать И чтобы Медиэнкодер не рендерил Все наше Видео Полностью Вот здесь Вот такой значок Появляется Конец Рабочей области И ее смещаем Вот сюда Все Выделенная часть У нас теперь Вот такая И опять Экспорт Добавить В очередь Медиэнкодер Все У нас появляется Еще одно Видео Оставляем Такие настройки Тоже Ставим Туже Директорию Куда будет Рендерить Медиэнкодер Здесь уже Пишем название Другое И нажимаем Опять На треугольник Ну а теперь Закрываем Медиэнкодер After Effects Можем ничего не сохранять И открываем Vegas Pro Либо Premiere Дождавшись Открытия Vegas Pro Я пользуюсь Именно этой программой Файл Создать 60 кадров Full HD Окей Все Перетаскиваем Наши Два Видео Сюда На Таймлайн Да Все Только порядок Поменять Вот Анимация Длиной 5 секунд 38 миллисекунд Будет рендериться Недолго Если она у вас Какая-то супер Огромная Естественно Она будет рендериться Дольше И видите Такое шакальное Качество Предпросмотр И полный Размер Все Стало Все Хорошо Почему Изначально Было Шакальное Потому что Бывает Что Sony Vegas Проигратель При воспроизведении В окне Предпросмотра Максимальное Качество Подвисает И поэтому Я ставлю Авто Но При рендере Естественно Все равно Качество Full HD Все Выделив Область Рендера Нажимаем Вот на этот Значок Визуализировать Как Пишем Название Выставляем Full HD 60 кадров И рендер Как вы видите Здесь рендер Тоже проходит Быстро 10-9 секунд И Можно нажимать Открыть Все У нас в хорошем Качестве Пошло это видео Да Я сделал Его Достаточно Быстро Можете Его Растянуть Но Мне на это Без разницы Я доволен Такой Анимацией Все У меня Тут все Пролетает И Готово Ну а на этом Небольшой Туториал Наш Подошел К концу Надеюсь Он был Вам полезен Подписываемся Ставим Лайк Естественно Пишем Комментарии Если у кого-то Возникли Какие-то Вопросы Можете Мне в Группу Писать Либо В личку В ВК Я Вам Естественно По возможности Постараюсь Помочь Естественно Не забываем Подписываться На инстаграм Все ссылки Нужные В описании Находятся Ну а на этом Все Всем Пока